Добрый день, коллеги. Рада приветствовать всех на вебинаре тест-драйв системы бизнес-аналитики Foresight аналитическая платформа. Представлюсь, меня зовут Александра Смирнова, я являюсь бизнес-аналитиком компании BI Consult. Со стороны Foresight у нас сегодня с нами Юлия Кудрявцева, это директор по стратегическому развитию Foresight, Константин Шимановский, это директор департамента управления продуктов Foresight и Илья Головкин, владелец продукта FlyBI. Коротко расскажу вам о компании BI Consult. Мы на рынке с 2009 года и на протяжении всех 13 лет занимаемся тем, что внедряем в компанию систему бизнес-аналитики. Но в принципе все мы понимаем, что когда говоришь о BI, сразу представляются какие-то красивые дашборды, интерфейсы, отчеты, но это лишь вершина айсберга. Ведь, как многие знают, интерфейс это 20%, а 80% кроется в построении архитектур, настройки модели данных, валидации данных, то есть вот в таком верном коде и обучении сотрудников, что является такой немаловажной и неотъемлемой частью этого процесса. Поэтому мы, компания BI Consult, сейчас перелюстну слайдик, понимаем под внедрением как раз-таки полный цикл работы. Это написание технического задания, проектирование будущей системы, построение озер данных, полноценных ДВХ, если это необходимо в рамках проекта, техническая реализация и, конечно же, обучение как конечных пользователей, так и команды разработки. Сейчас открою вам сайт нашей компании. В дальнейшем я вам скину его в чатике. Здесь можно ознакомиться с услугами нашей компании. Здесь у нас есть отдельно целый раздел про российский BI, в том числе, конечно же, про Farsight Аналитическая Платформа. Почему я говорю про обучение? Это не просто так. У нас имеется свой собственный учебный центр. На текущий момент мы обучили более 500 сотрудников. Перед вами тоже наш сайт с обучением. Также направлю его вам в чате. Курс по работе системы Farsight Аналитическая Платформа сейчас у нас в разработке. Для получения более подробной информации можно будет написать нашему менеджеру. Тоже контакты я направлю вам в чате. Что сегодня мы с вами здесь увидим на вебинаре? У нас тест-драйв-система, как я уже сказала, бизнес-аналитики, Farsight Аналитическая Платформа. Мы с вами в режиме онлайн познакомимся с большинством возможностей системы, пройдем путь от загрузки данных до создания своего первого дашборда и решения целого кейса. Я думаю, сегодня многие к нам присоединились впервые. Кто-то уже был на наших предыдущих вебинарах систем. В общем, про это, про все расскажут коллеги. А в завершении мы вспомним тест-драйв другого продукта, Farsight, это FlyBI, и определим разницу в подходах и сформулируем плюсы и минусы. Минусы, конечно, какие же могут быть минусы. Сформируем плюсы того, как можно совместно использовать эти два продукта. Сразу проговорю орг-моменты, потому что уже когда только-только подключались к вебинару, я видела, что всем интересно познакомиться с площадкой вебинар, поэтому нажимаются разные кнопочки. К сожалению, площадка не позволяет отследить, кто нажимает какие кнопки, открывает слайды или запускает рисование. И, к сожалению, я как модератор не смогу заблокировать этого пользователя. Поэтому огромная просьба, в первую очередь, использовать систему только в целях задать вопрос и просто посмотреть, послушать демонстрацию и презентацию по системе. И важный орг тоже момент такой. Там на самом верху, в уголочке, мы видим с вами значок чата, в котором мы с вами сейчас общаемся. А рядом очень похожий значок, но со знаком вопрос. Вот большая просьба все вопросы, возникающие по ходу демонстрации, задавать именно в этом блоке. Он там очень удобно организован в части того, что там невозможно пропустить какой-то вопрос и можно сразу отследить, на что отвечено. Поэтому на это обращаю внимание. Сейчас передаю слово Юлии для презентации системы Farsight-аналитической платформы. Юлия. Да, спасибо большое, Александра. Сначала там два слова о компании Farsight. Это российский вендор. В нашем портфеле решений собственные продукты в области бизнес-аналитики и в области корпоративной мобильности. Сегодня мы будем говорить о наших аналитических решениях, а конкретно о нашем флагманском продукте. Это корпоративная цифровая аналитическая платформа Farsight. Это достаточно сложный и комплексный инструмент, который позволяет решить любую задачу класса бизнес-аналитики, абсолютно любую, и с точки зрения визуализации отчетности, и с точки зрения построения сложных BI-приложений бизнесовых, такие как планирование, бюджетирование, сводная отчетность и так далее. У нас есть ряд готовых продуктов, которые мы поставляем для решения этих задач на базе платформы. И дополнительно к этому у нас есть на сегодня легкий, гибкий инструмент, который мы позиционируем как self-service инструмент. Это продукт для самостоятельной работы с данными, для бизнеса, для решения задач Data Discovery, который называется FlyBI, и который мы уже показывали в начале лета, причем показывали силами уважаемого партнера BI-консалт. Они сами взяли этот продукт, разобрались с ним достаточно быстро, и свой тест-драйв провели. Но сегодня мы говорим о нашей корпоративной платформе, в котором есть огромный набор инструментария для решения этих комплексных задач построения сложных корпоративных BI-приложений. Здесь есть и сервисы конфигурирования, и инструменты разработки, и собственные возможности интеграции с внешними средами. И сегодня нас всех ожидает приятный сюрприз, потому что наша аналитическая платформа, она является наследником платформы прогноз. Мы ее очень сильно развиваем, добавляем в нее новую функциональность, сделали достаточно давно ребрендинг, но и достаточно активно двигаемся сейчас и как раз в сторону импортозамещения. И сегодня в рамках тест-драйва мы будем делать тест-драйв платформы на версии, которая выходит в конце этого года. Это новая абсолютно импортно-независимая версия, форсайт-аналитическая платформа 10, в которой отсутствуют инструменты, которые были раньше, настройки на требовавшие Windows окружение. Так что вы сегодня фактически не на премьере присутствуете, потому что мы показывали уже на нашем форсайт-дне в апреле месяце новую версию, но тем не менее вы смотрите на бренд New Product, который в соответствии с сегодняшней ситуацией и с теми трендами, которые мы видим на рынке, в общем, полностью соответствует требованиям, которые сейчас есть внутри у нас наших компаний корпоративного сектора, государственного сектора, ну и так далее. Наш семинар сегодня будет построен все-таки из двух частей. Большая часть, процентов 80, будет посвящена корпоративной аналитической платформе. Но в конце, как сказала Александра, мы покажем еще небольшой кусочек и вспомним про продукт FlyBI, который тоже достаточно новый, вышел опять-таки в этом году, и покажем, как наше мощное решение enterprise уровня взаимодействует с продуктом self-service и как те данные, которые мы собрали в аналитической платформе в рамках вот этого тест-драйва, могут быть доступны бизнес-пользователю для собственных упражнений, без всякого привлечения IT, и какая из этого, собственно, следует выгода для наших заказчиков. Ну вот это то, что я хотела сказать. Я очень сильно извиняюсь. Мы три раза репетировали, и почему-то всегда презентация показывалась, как обычно, эффект присутствия. Но слайды мы передадим еще раз. Я передаю слово конституционному, собственно, для тест-драйва форсайт-аналитической платформы. Костя. Да, Юля, спасибо. Добрый день, вы все мои присутствующие. Подскажите, хорошо ли меня слышно? Да, Костя, хорошо слышно. Да, все отлично. Да. Так, хорошо. Тогда я забираю экран, и Александра, прошу сказать, видно ли мой экран. Пока нет. А вот сейчас все отлично. О, я даже, да, немножко испугалась. Да, да, нет, все прекрасно. Ну, хорошо. Так, значит, тогда свою презентацию я покажу. Правда, она достаточно короткая, и достаточно быстро я перейду сразу на живую демонстрацию. Ну, как действительно сказала Юлия, то есть наш основной сейчас вектор или тренд, да, продуктового развития этой замещения. Настоящее время мы находимся на финишной прямой. В общем-то, вот то, что мы сейчас будем показывать, наверное, немножко об окружении, того программного окружения, которое мы сегодня покажем. Фактически, это два стенда, серверная часть и клиентская часть. Это две рабочих станции с установленной операционной системой Astralinux Special Edition. Соответственно, на клиентской части также установлено open-source или российское офисное ПО, LibreOffice и мой офис. Ну, и на серверной части, на серверной части все идут установлены различные российские или open-source сутоды, то есть такие, как, например, CodeGrip Pro, линейка, промоктаварина дата, CodeGrip SQL, Hive в части Hadoop, ну, и так далее. То есть, в принципе, все, что мы сейчас с вами будем смотреть. Сейчас я попробую переключиться. Вот он. Так, обновился ли, коллеги, мой экран и видно ли рабочий стол? Да. Да. Так, ну, хорошо, давайте будем продолжать. То есть, в общем-то, сегодня мы посмотрим, как в импортноизвестном окружении на новой версии платформы ForSight, 10-й версии, можно решить тот кейс, который в рамках вебинара предоставили коллегии из компании BI-Consult, а именно это BI-Анализ данных компаний Fashion Evolution. Значит, с точки зрения работы клиента мы будем работать в Яндекс.Браузере, ну, и, наверное, сразу такая комментарий, да, или оговорка, что возможности платформы ForSight настолько велики, что вложиться там в полтора-два часа, которые нам отфили организаторы, конечно же, невозможно, поэтому сегодня я пробегусь, наверное, только по основным верхам, по основным верхам, ну, и дальше, наверное, было бы интересно, если в комментариях отразили, хотели бы поставить какие-то более расширенные вебинары в части нашей платформы. Ну, давайте начнем, как это работает, то есть я уже прошел авторизацию и попал в рабочее место специалиста работы с геоплатформой ForSight. Мы видим менеджер мета-объектов, это инструмент, очень похожий на проводник, файловый проводник Windows, да, браузер файлов, но только вместо, собственно говоря, файлов здесь представлены различные мета-объекты платформы, мы можем их создавать, слева мы видим группирующую структуру пропок, с точки зрения организации рабочего места и организации структуры расположения мета-данных, мы не накладываем каких-то ограничений, в принципе, здесь все так же, как по работе с файлами. С точки зрения, наверное, самого вебинара и демонстрации, мне бы хотелось сегодня сфокусироваться на двух направлениях. Первое, это рассказать о том, как можно подключаться к данным с помощью нашей платформы, рассказать о возможных вариантах, и второе, подключившись уже к источникам, рассказать об разных инструментах отчетности. При этом мы не будем затрагивать вопросы, связанные с процессным workflow, с BPM, с согласованием данных, но такие возможности в платформе тоже присутствуют. С точки зрения структуры организации объектов, мы структурировали наш навигатор, мы видим две части, это первое, подключение к данным, и второе, соответственно, все разделы, связанные с отчетностью. С точки зрения подключения к данным, немножко вернусь на презентацию, в платформе Foresight реализовано три варианта подключения, хранения и обработки данных. Сейчас мы видим их на экране. Первое, это прямое обращение к первоисточнику, ну, в разных продуктах, как называется, по-разному, Direct Query, Live Connect, онлайн-запросы, но от этого как бы не меняет сути происходящего. То есть разные пользователи, которые, наверное, работают с платформой в рамках тех или иных инструментов, посылают множество локальных онлайн-запросов, которые напрямую сразу из первоисточников получают данные, ну, отображают в байплатформе их, конечно, пользователю, конечному потребителю. Изменения, которые происходят в первоисточниках, сразу же доступны, сразу же доступны пользователю, никаких дополнительных действий для этого не требуется. С точки зрения таких источников в платформе Foresight реализована разная система нативных и универсальных драйверов и коннекторов, то есть мы можем работать с реликционными базами данных и с многомерными базами данных, веб-сервисы, там различные файловые источники, ну, или даже скриптовые языки программирования, ну, и так далее. Второй вариант – импорт данных. Ну, здесь название, наверное, понятно, да, то есть присутствуют те же самые источники, но уже не постоянные прямые запросы, а разовые или регулярные оффлайн-запросы, которые, забирая данные, размещают их в внутренние структуры нашего BI, при этом это не закрытые структуры, это такие же реабилитационные структуры, созданные с помощью реабилитационных СУБД, ну, и уже дальше вся работа пользуется с точки зрения данных, происходит именно с этой локальными структурами, локальными витринами, да, аналитическими витринами, ну, если нужна актуализация данных, необходим повторный регулярный запрос. Такой вариант тоже в организации работы с данными и хранение данных тоже возможен. Ну, и третий вариант, он, наверное, частично похож на второй импорт данных, но уже источником хранения здесь является не локальная витрина, а оперативная память самой платформы, расположенной на BI-сервере, и, собственно говоря, пользователи напрямую обращаются к оперативной памяти. У этого варианта есть, ну, свои плюсы и минусы. Понятно, что обработка в памяти существенно повышает производительность работы системы, но приводит к удорожанию аппаратного оборудования этого сервера, поэтому этот вариант мы рекомендуем использовать в определенном ряде случаев, ну, например, при приеме многомерных расчетов, при многопользовательской работе, при работе с каким-то фиксированным объемом данных, ну, например, дашборды руководителей, дашборды интерактивных порталов, но такой вариант, он тоже присутствует, надо иметь его в виду. Надо иметь его в виду. Дальше давайте, наверное, рассмотрим, как каждый из этих вариантов, ну, понятно, что сценарий использования, ну, у каждого варианта есть свое место сценария использования, понятно, что, если мы, например, считываем информацию с датчиков, например, в рамках ситуационного центра мониторим там встречальные ситуации, и нам каждую минуту важно осмотреть актуальные данные, и, конечно же, это первый вариант прямой обращения к источнику. Если, например, у нас задачи, связанные с анализом, не знаю, кассовой аналитики, закрылся кассовый день работника, все данные в чеках поместились в базу, мы поагрегировали нужные нам аналитические витрии, нанотические агрегаты, ну, конечно же, здесь рационально использовать второй вариант и каждый раз не направлять сложные очистки запросы, которые мы первопачивали всю базу, получая тот или иной агрегат. Как непосредственно происходит реализация каждого из этих вариантов, ну, дальше, наверное, покажу, коротко постараюсь показать, как каждый из этих вариантов реализуется. Значит, подключение к данным, то есть это прямое подключение, импортная обработка в оперативной памяти. Прямое подключение. Для того, чтобы организовать Live Connect, живое обращение, нам необходимо пройти несколько шагов. Первый шаг, понятно, это зарегистрировать. Зарегистрировать непосредственно необходимый источник, ну, то есть создать коннектор к этому источнику. Для этого существует специальный тип объекта, база данных. Это очень простой объект, он буквально потребует от вас прохождение мастера в безстранице, ну, вообще идеология, по слову, на форсайт, вы все объекты, большинство объектов конфигурируете с помощью специализированных мастеров, вам ничего не нужно программировать, то есть вы проходите один, два, три, пять шагов, и вы получаете уже готовый объект. С точки зрения коннекта, вам всего лишь нужно, а, выбрать драйвер, большое разнообразие драйверов, Oracle, DPC, Clickhouse, там, уносистой сервер, Тиродата, Postgre, Vertica, в принципе, можно выбирать любой. Дальше заносим параметры, параметры сайти подключения, то есть при необходимости пользователя, пароль, строку подключения в случае DPC-драйвера. Ну и все, коннект у нас, собственно говоря, готов. В рамках нашего примера, предоставленного iConsult, мы имели три источника данных. Первый – это Access, второй – это Excel, это XML, ну и дополнительно мы зарегистрировали подключение к PostgrePro для реализации второго варианта – это импорт данных во внутренней структуре. Дальше. После прямого подключения, зарегистрировав коннекторы, мы можем перейти к регистрации таблиц, к регистрации таблиц, ну, это происходит в формате простого, в случае с прямым подключением, в формате прямого или написания скользокруса, или подключение уже готовой таблицы. Сейчас мы видим список запроса, ну, например, это может быть простой запрос, там, select, звездочка, from, таблица, мы можем выполнить проверку этого запроса, посмотреть результаты. Ну, вот видим, например, список всех сотрудников, которые были получены путем прямого обращения к Excel-файлу. Или же это может быть какой-то сложный запрос, ну, например, в Access-файле с исходными данными. Структура модель данных была такова, что таблицы фактов разделялись на две. Первое – это список заказов, второе – это детали по заказам, ну, и вот мы можем написать, собственно говоря, там запросы разной степени сложности, путем объединения с каких-то таблиц, написания каких-то числимых полей, путем формирования синтаксиса SQL, ну, то есть, наверное, в большинстве случаев режим, первый вариант работы – DirectQuery предполагает наличие у вас в команде специалистов дата-инженера, который сможет все эти источники зарегистрировать и правильным образом их описать. Дальше. После того, как мы зарегистрировали наше подключение, наше подключение, мы переходим к следующим важным шагам, а это именно формирование логической модели данных. Что это означает? Ну, парадигма платформы, она несколько отличается от соуссервисной парадигмы, в каком плане все-таки предполагается, что это интерплайс-платформа, и она взаимодействует уже с каким-то большим, готовым, сложным хранилищем, есть аналитические витрины, сырой свой данных, и, соответственно, там какие-то промежуточные источники, там предварительные расчеты, сама рассчитывая данные и так далее. Поэтому предполагается, что на вход подается определенный массив данных, при этом, наверное, основное преимущество нашей платформы в том, что мы можем работать в гетерогенном режиме взаимодействия с данными. Что это означает? Это означает, что у вас справочник, один справочник сотрудников может быть на поздре, из справочник, допустим, отделов на MS SQL, там данные, часть данных расположена в ORA, или отчаянность данных расположена в Excel-файле. Вы спокойно можете настроить логическую модель так, что в конечном многомерном источнике спокойно все эти данные, тем, что они хранятся в совершенно разных и нестыкуемых технологических источниках, он их может спокойно объединить. Но для этого процесс построения должен быть основан снизу вверх. Сначала регистрируйте таблицы, факты таблицы данных, ну и дальше на них формируйте «Справочники» и «Умы». Как формируются справочники? Ну вот мы видели таблицу сотрудников, да, собственно говоря, давайте сделаем на ней справочник, справочник менеджера, да, справочник сотрудников. Мы также открываем специализированный мастер, ну он уже содержит... Так, просматриваем, мы открываем специализированный мастер, он содержит уже чуть больше страниц, при этом, ну, что нам нужно? Первое, там, внести название справочника, второе, собственно говоря, выбрать источник, ну, тот или иной уже зарегистрированный запрос или физическую таблицу, ну, выбор осуществляется просто из доступного списка, так же, как вы, не знаю, там, добавляете картинку, например, в лордерский файл. Дальше, значит, на основе вашего источника платформа автоматически предложит вам список атрибутов, которые станут кандидатами в ваше измерение, ну, вот, соответственно, каждый атрибут, он, а, имеет свой собственный идентификатор и наименование, тип данных, ну, и связан с тем или иным полем из выбранного вами источника, да, при этом вы можете как, ну, сократить этот список, удалив, например, ненужные вам атрибуты, или создать собственные, там, расчетные атрибуты, такое тоже возможно, если вы дополните, допустим, атрибут, ну, и говорите, например, что у вас будет сводный, фамилия, имя, это как общесоединенный атрибут. У каждого атрибута может быть так называемая роль в справочнике, ну, например, идентификатор будет играть роль первичного ключа, да, уникального идентификатора. Фамилия будет наименованием, поле воркниках будет порядком, ключ родителей, то есть если у вас, например, в источнике это нелинейный справочник, аэротический, то есть есть определенные два поля, связывающие две записи в формате KeyOwner, например, справочник территории, где есть федеральная круга, регионы, города, не знаю, там, муниципальное образование, и есть как бы соподчиненность между стройками, но также эти атрибуты можете определить как образующие иерархии. Ну все, собственно говоря, пройдя вот такую настройку, вы получаете, а, это может быть, линейный справочник, как в случае, например, с менеджерами, ну, вот мы видим список всех менеджеров, которые были в бланках предложенного задания размещены в Excel-файле, а сейчас идет командовщик Excel-файл. Это может быть иерархический справочник, ну, как раз, а, вот территории, как выглядит иерархический справочник, ну, мы видим уже здесь несколько уровней, то есть сначала страна, в ней город, ну, например, можно было бы сделать улицу, дом там и так далее. Это, как бы, первый пример, ну, наверное, такой компактное, простое, да, и облегченное формирование справочников. При этом, вот я говорил про гетерогенность и как, например, в рамках одного измерения объединить несколько источников. Ну, простой пример, вам нужно составить нафицический справочник, где у вас есть и отделы, да, и сотрудники. Каждый отдел, сотрудник работает в определенном отделе. При этом у вас отделы размещены в одном источнике, сотрудники в другом. Ну, вот такой же пример, например, он был как раз и в рамках должного задания, в частности, например, у товаров, да, были характеристики, такие как категория товара, то есть мужская одежда, женская одежда и поставщик, поставщик, ну, то есть кто поставляет этот, кто поставляет этот товар. Ну, здесь в рамках, когда они были в одном источнике, ну, представим, что если бы это были разрозненные распределенные источники, вы бы могли такую, такую, такой кейс, такую ситуацию тоже решить в рамках нашей платформы. Как это происходит? Для этого можно перейти в расширенный режим, ну, в принципе, у нас идеология мастеров такая, что для, там, лайт-варианта есть усеченный режим, для более, как бы, тонкого тюнинга можно перейти в расширенный режим, но мы сразу видим, что количество, количество функций, оно у нас увеличилось, количество страниц мастеров, что, соответственно, здесь. Здесь появилось, например, ну, помимо уже знакомых нам там атрибута, ну, появился раздел сортировки, понятно, то есть кто будет сортировать порядок наших элементов, появилась такая вещь, как структура. В структуре, в рамках структуры, мы можем определить один или несколько блоков. Ну, что такое блок? Блок – это тот или иной источник данных или какая-то логическая сущность источника, то есть, например, отделы и сотрудники, да, или категория товаров и товар, на котором я говорю. Блоки могут быть можно друг друга, ну, что порождает сбалансированный справочник. Дальше в рамках режима директуры вам необходимо подключить источники, которые будут определять наполнение каждого блока, ну, и просто, собственно, раз свести мейпинг соответствующих полей, да, то есть неименование, а неименование и так далее. Ну, уровни задавать, ну, и так далее. То есть, в общем-то, уже становится чуть больше, чуть больше параметров, чуть больше функций. Я, наверное, в каждую детальную из них не буду погружаться. Но что бы хотелось отметить? То есть, вот мы заговорили про иерархию, при этом, наверное, часто возникают кейсы, когда одна и та же, в одних и тех же объектов иерархии может быть несколько. Ну, простой пример. Например, у вас список стран, он может группироваться по разным признакам. По географическому признаку континента, по, например, экономическим союзам, по политическим союзам. То есть, страны будут одни и те же, но иерархии могут быть разные. Такие кейсы тоже поддерживает наша платформа. Ну, в частности, например, в открытых иерархии мы видим настроенные, таким образом, справочники товара по категориям, по поставщикам или товар по поставщикам и категориям. И в рамках одного справочника, может быть, поддерживается несколько способов ведения иерархии, которые, ну, дальше в блоке отчетности это увидим, то есть позволяют нам потом на том же отчете формировать разные варианты представлений. Ну, для этого, опять же, переходя к нашему мастеру, мы можем, соответственно, увидеть, что один справочник, он может быть связан с несколькими альтернативами, с несколькими альтернативными иерархиями. Ну, наверное, если по-крупному с измерениями все, давайте дальше перейдем к вопросу, как формируется куб, многомерный источник, алаткуб, это как бы следующая ступень создания модели данных в нашей платформе, это формирование многомерного куба. Каким образом он формируется? Ну, вы также создаете соответствующий тип, это стандартный куб. Ну, есть тут разные, как бы, варианты куб, типов кубов. Ну, давайте начнем с самого простого, это стандартный куб. То есть это источник, работающий по классической модели звезда, то есть у вас есть несколько таблиц фактов и несколько таблиц справочников, которые уже зарегистрированы в виде измерения. Как вы конфигурируете куб? Куб вы конфигурируете следующим образом. То есть первое, он, понятно, вводите наименование, идентификатор, дальше определяете список фактов, список фактов, ну, путем добавления новых элементов. То есть факты могут быть иерархи, организованы также иерархически, что-то может быть или лейный список, или, например, расчетные показатели. То есть те, кто считается, можно вам, как нашего примера, мы объединили в одну общую правду. Второе. Следующий, точнее, шаг дальше. Вы должны факты связать с определенными источниками данных. Ну, помните, кто-то, тот запрос, где мы объединяли ордер и ордер-детейл, то есть заказы и детали заказов, мы высадим, связанно, выступать источником данных для нашего куба. Источник может быть один, а может быть и несколько, ну, то есть мы спокойно можем добавить две-три таблицы фактов. И дальше там у каждого факта, ну, при необходимости брать данные там из одного или из двух источников, ну, или смотреть, где этот есть и как-то предъявить приоритизацию, например, что если там источники один нет, то посмотри источник два и так далее. Дальше. Если в случае, значит, ситуации, когда требуется агрегация, требуется агрегация, то есть, например, детализация источника, она достаточно глубже или больше, да, чем структура нашего куба, количество в нем измерений, для этого можно включить разные типы агрегаций, сумма, количество, среднее и так далее. Ну и, собственно говоря, в этом случае платформа Foresight при генерации сквозь запроса к источнику, ну, добавятся остальные агрегатные функции. Агрегатные функции. Так, дальше. Ну, дальше мы переходим к структуре измерений, то есть мы определяем, из каких измерений будет состоять наш источник. Ну, в данном случае, это четыре измерения, календарь, клиент, менеджеры и товары. Все эти измерения мы уже рассматриваем в предыдущем шаге и связались с тем или иным источником таблицы факторов. Ну, и здесь мы уже эти измерения связываем с определенными соответствующими полями в нашем источнике. Например, там, кастинг-радио покупатель, менеджер, там, учетная дата, ну, и так далее. Убираем два поля и нажимаем связать. Связать, не прошу, пожалуйста. Ну, или добавляем новое, добавляем новое измерение. Так, ну, например, можно добавить, ну, грузопереводчик. Грузопереводчик у нас добавилось. Так, следующие, ну, наверное, следующие два раздела, про которые бы я хотел в рамках демонстрации Куба поговорить, это создание отношений и вычисляемых фактов. То есть, в принципе, наверное, практически в любом объекте платформы Форсайт важно, будь это таблица, будь это справочник, будь это Куб, будь это отчет, будь это АЛАП, запрос, мы дальше все посмотрим, вы всегда можете выполнять разные вычисления. То есть, по сути, расчетный движок, он является, как бы, общим, универсальным и доступен в любом в любом инструменте и в любом объекте. Ну, вот, например, в частности, с точки зрения Куба, часть фактов у нас может быть напрямую привязана к источнику, к источникам данных, да, то продажи, продажи без скидки, количество товаров и так далее. А часть данных, она может быть расчетной, потому что сейчас помечено зеленым кружочком, для этих фактов есть формулы и после извлечения данных эти факты будут рассчитываться, рассчитываться уже внутри движка Куба нашей платформы самостоятельно. Их нет в источнике данных. Ну, для того, чтобы такую формулу задать, собственно говоря, ну, существует редактор, да, то есть вы можете, основываясь на первичных факторах, которые напрямую привязаны к источнику, вы можете задать определенные формулы. Например, там, прибыль, да, это разница между, собственно говоря, продажами и, например, себестоимость. Прибыль к предыдущему переводу, это вот как раз задействована предыдущая закладка отношения, то есть что такое отношение? Это правило, по которому вы можете сопоставлять две точки вашего многомерного Куба. Ну, например, у вас есть значение за исходный месяц и вы хотите посчитать показатель в процентах к предыдущему периоду. Для этого вы задаете отношение как некую функцию, которая от текущей точки сделает определенный сдвиг по тому, ну, по одному или нескольким измерениям. Например, с точки зрения календарной динамики вы указываете, что календарь, по календарю будет отношение, которое, ну, задаст 12 месяцев назад, то есть от текущего месяца. Например, вам необходимо было посчитать долю там всех регионов Российской Федерации долю от общего объема Российской Федерации, ну, вы бы зафиксировали территорию, например, Россию, Россию, ну, и дальше искали соотношение от текущего региона к отношению к России. И так далее. Ну, то есть вы фактически заносите определенные правила и от этих правил можете считать формулу, ну, или напрямую, или с использованием этих правил. Ну, собственно говоря, все. То есть мы определили факты, мы определили измерения, мы определили способы учисления недостающих фактов. Ну, и в итоге мы получаем уже многомерный источник, многомерный источник, ну, на котором можно с помощью средств отчетности соответственно строить ту или иную визуализацию, ту или иную представление данных, но об этом мы поговорим во второй части моего рассказа. Вот. Теперь, чтобы понять, как работает DirectQuery, да, LifeConnect, не знаю, небольшой пример, давайте возьмем и сейчас прямо на ходу поправим данные в нашем источнике. Так. Например. Ну, например, эти же сотрудники, да, сотрудники, они в соответствии с предложенным заданием от коллег InterConsult, они расположены в Excel-файле. Ну, открываем Excel-файл, здесь никакого Microsoft Office уже здесь нет, мы находимся, повторюсь, в операционной среде Astralinux, Astralinux, да, поэтому открываем Excel-файл в LibreOffice, давайте, например, добавим нового сотрудника. Так, Иванов, ой, Иванов, Иван, Иван, он у нас соответственно один из стажеров, стажеров, допустим, выручки, вот, здесь нам немного, всего 1000 долларов, внутренний, он будет 9 и вот она, первая, она делает 2022 год. Так, все, сохраняем изменения первоисточники, сохраняем изменения, все, закрываем, соответственно, переходим обратно в нашу платформу, так, вот, 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 тут запросы, да, переходим в запрос, ну, вот, собственно говоря, видим, да, что сразу же Иванов Иван Иванович появился у нас в источнике, ну, и давайте посмотрим, как, например, появился ли он у нас в измерении менеджеров, так, Иванов Иванович, ну, давайте, сортируем по идентификатору, идентификатор, было его, 999, ну, Иванов Иван, да, то есть, вот он, прямое обращение, то есть, что-то у вас меняется в первоисточнике, сразу же вы эти изменения видите в платформе. Вот, это, что касается первого варианта, прямое обращение. Второй вариант, это импорт данных, ну, как я уже говорил в обведении, то есть, здесь у нас, собственно говоря, идет, происходит импорт внутренней структуры, при этом этот импорт, этот импорт, он может выполняться в двух режимах, да, в двух режимах. Первый, это такой лайт-режим с помощью мастера импорта, и второй, это полноценная сдача ETL, где вы можете создать несколько наборов источников, правила трансформации, сложные цепочки, загрузку, опять же, там, в один или несколько приемников, но давайте, наверное, по порядку. первое, мастер импорта, что это такое, и чем его едят. Ну, представим себе, что у вас уже есть готовая какая-то широкая витрина, которая представлена в одном источнике, и вам бы хотелось по-быстрому загрузить ее в нашу платформу, вот, не проходя все эти шаги, которые я рассказывал вам в первом варианте, да, это прямом подключении, там, не ставить измерения, кубы, таблицы и так далее, то есть, постараться там указать в этой витрине, что есть измерения, что есть факты, что есть факты, ну, и, собственно говоря, все, получить уже готовый, готовый результат. Так, готовый результат. Как это сделать? Как раз работает этот лайт-режим импорта данных, вы вызываете специализированный мастер, он у нас называется мастер импорта данных, но он может работать как с файлами, так и, например, с SQL-запросами, веб-сервисами через REST-источник, ну и так далее. Здесь можно выбрать разные типы источников, но смысл остается один и тот же. Давайте, например, попробуем сделать это через файл данных, через файл данных, как, соответственно, это работает. Ну, вас запрашивают файл данных, заранее, заранее мы подготовили такую широкую витрину, ну, в принципе, в самом простом варианте вы просто можете перенести ее мышкой с вашего рабочего стола. Вот у нас появились, ну, по сути, все те же атрибуты, которые были представлены в акцессе, там, в акцессе Excel и XML, ну, мы для демонстрации немножко упростили структуру атрибутивных полей. Все, мы видим, что было в файле, ну, и, собственно, дальше переходим уже непосредственно к разбору этого файла и определению необходимой нашей структуры. Что мы можем сделать дальше? Дальше мы можем, ну, первое, это переименовать поля, если нам это необходимо, если какие-то поля являются лишними, ну, например, ордер идей, это номер заказа, допустим, мы хотим построить аналитическую информацию о заказчиках товарей и менеджерах, то есть номер заказа здесь нам не интересен, тогда мы можем его просто исключить, и это поле не будет загружаться, не будет импортироваться в нашей платформе. Дальше, если мы видим какое-то поле, например, хотим как-то его модифицировать, ну, вот, например, в частности, мы видим Customer Location, мы сознательно специально объединили здесь город и страну, да, через запятую. Мы можем применить к нему правила трансформации, это разбивки на несколько полей. Поформа спросит нас, каким образом разделить, например, разделить, будет активация, запятая, будет активация, запятая, это объединенное поле мы также исключим, потому что, почему? Потому что у нас появилось два новых вычисляемых поля, это Customer, давайте его назовем, и, например, Customer, города. Все, теперь у нас Англия и Лондон, Германия, Бразилия и Рио-Джанейро, да, ну, и так далее, и так далее. Помимо разъединения, также можно, например, делать более сложные операции, ну, например, у нас есть телефон и факс, да, это поле факс, телефон и факс. Давайте, например, не будем перегружать наш справочник, а объединим их в один атрибут. Для этого мы эти поля также исключим по отдельности из нашей загрузки, а создадим новое вычисляемое поле. Вот сейчас мы видим как раз универсальный редактор формул, ну, я не показал его на предыдущей странице, да, куба, ну, идеология такая, что где бы мы не задавали формулу, мы всегда работаем вот с единым подходом, единым армом, мы называем его УРФ, универсальный редактор формул. Он выглядит следующим образом, то есть справа вы видите всех, слева, прошу пошли, вы видите структуру данных, с которыми вы работаете, ну, в данном случае это поля нашей таблицы. Слева вы видите различные список функций, в платформе сделается большое количество математических функций, алгебраических, прогнозных, можно подключить внешние языки программирования, Java, Python, можно писать на внутреннем языке, ну, то есть можно использовать как встроенные функции или создавать какие-то собственные с применением разных языков программирования, они также будут могут быть у вас использоваться вот в ваших формах. Ну, давайте сделаем, например, простую формулу, конкатенации, собединим телефон и телефон, более, 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 телефон, так, плюс, точка с пятой, факс, так, и факс. Все. То есть мы посетим два поля, ну, сделали объединение строк. Можно делать рассматической операции, например, там, из выручки помножить с процент скидки, ну, получить, собственно говоря, стоимостную показатель нашей скидки. Так, все, что у нас получилось? Вот у нас получилось новое поле, совмещенное телефон плюс факс. Телефон плюс факс. Ну, дальше, наверное, также можно там изучать нашу витрину, каким-то образом там создавать новые поля, исключать существующие, исходные. Ну, давайте пойдем далее. Далее наша платформа факс. Постарается из финального списка полей, ну, часть полей строковых зафиксировать как измерения, ну, а числовые поля, неважно там на целое или вещественное, то есть сформировать как факты куба. и дальше, что произойдет? Дальше, когда мы эту операцию завершим, фактически там, используя исходные данные, факс. Факс. Сайт автоматически создать все необходимые справочники, кубы, таблицы и так далее. Ну, и мы получим уже готовый модель данных, с которой можно сразу перейти в инструмент отчетности и так далее. Как это работает? Ну, по умолчанию, под каждое новое поле мы видим отдельное измерение, мы видим отдельное измерение, при этом, ну, это не обязательно, да, это можно несколько атрибутов объединять в рамках одного измерения. Например, вот контактные данные, адрес customer, очевидно, что они должны также находиться в измерении покупатель, при этом у каждого атрибута может быть, но, пленаром, или это может быть наименование, или это может быть дополнительный атрибут. Ну, понятно, что контакты это дополнительный атрибут, никак наименование определять не будет. Дальше. Дальше, вот когда я перенес в контакты, да, мы видели, что там наименование, появилось наименование первого уровня, второй уровень, что это такое? Если мы, например, хотим, чтобы наше измерение было не линейное, а иерархическое, ну, и мы знаем, что группы атрибутов определяют определенную иерархию, например, мы сознательно разделяли города и страны, да, для того, чтобы, например, набрать на основе этого мы можем что получить? Могут получить трехуровневый иерархический справочник покупателей. Сначала страна, внести следующие города, ну, и в каждом городе свой покупатель. Такое можно сделать, что для этого нужно. Ну, ниже мы видим, вот, наши атрибут страна и город. Давайте, соответственно, также атрибут страна разместим первым в покупателях. Ну, естественно, мы видим, что он, например, промаркировался наименование первый уровень, ну, а наименование самого покупателя стало вторым уровнем. Точно так же перенесем атрибут города. Так, города. Ну, видим, что у нас теперь трехуровневый сбалансированный справочник, уровень один, страны, города и наименование покупателя. Вот, ну, и атрибут контакта. Добавим туда же, так, а, еще прощение, контакты, это был не адрес, это был, по-моему, телефон. Так, не важно. Так, адрес. Адрес этот тоже добавляем, адрес добавляем к покупателю. Делаем его тоже атрибутом. Так, дальше видим сотрудники. У сотрудника также есть наименование и есть должность в нашей витрине. Так, ну, есть отчетная дата в состязании сделки, грузоперевозчик, по нему всего один атрибут наименование, то же самое, трава, товар, так, по товару есть как раз вот категория и, так, категория и грузополучатель. Грузополучатель. Ну, пусть будет вот так. Так, грузополучатель. Так, и последнее, что у нас осталось, это, так, телефон. Телефон был, тоже относился, по-моему, к покупателю, поэтому давайте перенесем его вот сюда. Так. Получилось. Так. Ну, собственно говоря, все. Вот мы получили четыре измерения. Товары, грузоперевоз, грузоперевозчик, сотрудники, отчетная дата совершения сделки и покупатель. Ну, и имеем набор фактов, таких как стоимость перевозки, количество, дисконт и так далее. Опять же, здесь же можно включить метод агрегации, если это необходимо, если это необходимо, ну, или загружать так, так как есть. Так, давайте включим правила агрегации. Так, все, далее. Далее, ну, далее что? Далее, собственно говоря, платформа спрашивает нас, куда нам разместить все необходимые методиекты, кубы, измерения, таблицы и так далее. Мы спрашиваем, какое будет у них название. Давайте взорем импортированные данные. Далее мы нажимаем последний стресс нашего мастера, платформа уточняет, что делать со всеми справочниками, или создавать их заново, ну, или в случае, если такой справочник уже существует, можно, естественно, выбрать его и эту информацию просто догрузить вот уже существующий справочник. Ну, представьте, что у нас справочников нет, собственно говоря, переходим непосредственно к загрузке. Все. Так, давайте я сделаю, чтобы дело было понятно. Я открою этот же навигатор на отдельной странице. Так, вот так происходит авторизация. Так, происходит авторизация. Так, это у нас пара данных. Так, ну, мастер. Мы видим, пока что у нас папка была совершенно пустая. Совершенно пустая. Давайте нажмем кнопку импортировать. Сейчас система загружает информацию и распределяет ее по разным объектам в различные внутренние структуры. То есть, в таблицу фактов попадут все данные, ну, справочник попадут справочник. вот он говорит, что у нас сформировалось энное количество новых справочников, товары, грузоперевозки, сотрудники и так далее. Ну, собственно говоря, все, наша загрузка закончена. Ну, все, мы видим, что у нас появился наш источник, спортированный данный, кубик, у нас появилась автоматически появилась таблица, таблица, в которой уже загрузились все необходимые данные. У нас появился справочник, ну, например, справочник покупателей, который должен был быть как раз иерархический, да, вот он у нас иерархический. Ну, и так далее. То есть, собственно говоря, мы всего лишь определили значение полей, придали им определенный пароль, справочник, или факт, ну, и получили уже готовую модель данных, с которой дальше можно работать и с которой дальше можно использовать. Это, как бы, первый вариант мастера импорта, и второй вариант это задача ETL, ну, я здесь тоже, наверное, не буду долго останавливаться, потому что, это, конечно, мощный инструмент, о нем, там, о его функциях можно рассказывать долго, но что он из себя представляет? То есть, он из себя представляет такой интерактивный граф связанных объектов, источников, приемников и объектов трансформации данных. То есть, создаются они с помощью выбора того иного направления, например, источники, какие сейчас поддержатые источники? Это разные файлы, текстовый файл, Excel, JSON, XML, веб-сервис, REST, пользовательский провайдер, если, например, какую-то бизнес-логику описали на, опять же, разных языках, на Python, например, или на Java, или на нашем внутреннем языке. Ну, или это может быть объект-репозитория, ссылающийся на как раз те запросы, которые мы рассматривали там в первой части прямого включения. То есть, также приемники, это передающие информацию данные, это принимающие информацию данные, также могут быть там существующие таблицы, например, разные файлы или пользовательский приемник, ну, и система преобразователей, то есть фильтрация, объединение, соединение, удаление данных и так далее. и постепенно, размещая эти квадратики, эти активики на интерактивном рабочем поле и связывая их, вы получаете готовую задачу загрузки, извлечения, загрузки, трансформации и загрузки данных. Да, вот, например, здесь у нас центральным местом является как раз наш куб с заказами, при этом слева направо идут подключения к исполненным данным, именно фактам, таблицы фактов, это заказы и детали заказов из акцессии товара, ну, и дальше заказы объединяются с деталями, обогащаются информацией из товаров, там, о себестоимости и так далее, ну, и получается широкая длина заказов, если смотреть движение слева. Если справа, то те или иные файловые источники, ну, например, Excel сотрудников или XML поставщиков, ну, загружаются уже вот в такой же, как созданный с помощью мастера импорта справочник, справочник, ну, и также из этих справочников собирается уже многомерный куб с набором измерений и извлекающие данные из витрины заказов. С точки зрения конфигурирования, то есть вам ничего не нужно программировать, по сути, вы заходите в такой объект, выбираете базовые настройки, ну, например, там в случае с XML, а нужно выбрать XML файл, дальше там, с Excel это будет Excel файл, дальше задать базовые поля, ну, например, там базовые свойства спать запрос, если мы говорим про XML, например, выбрать страницу Excel, если мы говорим в Excel, знать какие-то параметры, например, что будет разделителем и так далее. И второе, можно перейти к детальным настройкам, уже определяющим список поля этого источника, его связью с приемником и так далее. Да, то есть, вот мы видим, например, список полей, можем посмотреть, как он связан с приемником, справочником, поставщиком, поставщиков, можем, ну, сейчас связаны базовые атрибуты, name, ключ и контактами и контактами, ну, например, можем связать адрес, город и так далее. Да, и так далее. вот таким образом формируется цепочка загрузки, если, например, посмотреть на какой-нибудь, ну, здесь платформа предупреждает, что часть полей не привязана и спрашивает, готовы ли мы продолжить. Да, продолжаем. Продолжаем. Если, например, посмотреть про цепочку трансформации, то выглядит она примерно так же, ну, уже мастер, но более сложный, там есть более, большее количество страниц. Так, вот настройки. Сейчас, секундочку. Так. Настройки, ну, так как это тип трансформации соединения, то есть уже редактор входа содержит два источника с разным набором полей, ну, есть один выход, соответственно, выход, куда будут информации о записи с ошибками, например, определяется первичный индекс каждого из источников. Первого – это ордер ID и второго – там, продукт один, например, определяется тип связи, ну, то, что мы писали в случае с подключением там, join двух таблиц, то есть тут можно про join просто связывая, связывая на количество полей и указывая там, какой будет тип соединения lab join, inner join, ну, и так далее, да, и так далее, то есть вы, по сути, никакого здесь вот дата инженера вам не нужна, вы просто привлекаете обычного командонантика, который вот конструирует вам такие, струит вам такие цепочки загрузки. Цепочка, ну, такая задача информации может выполняться как разовая, например, кнопкой выполнить, или для нее можно создавать планировщик задач, который, собственно говоря, позволит на регулярной основе выполнять эту задачу, ну, так выглядит планировщик, то есть вы формируете здесь энное количество заданий, энное количество заданий, ну, задача, допустим, это у нас уже здесь добавлен, вы можете ее там конфигуировать, настраивать, то есть первое указательное расписание, как оно будет выполняться ежедневно, еженедельно, там, ежемесячно, при необходимости задать условия, ну, например, там, по правилам, если в каком-то источнике появились там данные, тот или иной список там валидаций, ну, появились данные, то, например, эту задачу там загрузки выполнять, да, или задать, например, какое-то правило на том или ином языке программирования, например, на питоне, или на нашем интервью языке фори. Так, параметры, ну, то есть выбор непосредственно самого объекта, да, в принципе, все автоматизированные объекты, таких, значений, ITL, там, расчет какого-то алгоритма, они могут быть добавлены в том, ручных задачах. Результат после загрузки там платформы опровести, вот здесь указан мой почтовый ящик, почтовый ящик, может быть, фиксированный или динамический, там, можно управлять текстом сообщения, ну, и другие параметры, да, то есть вы можете конфигулировать такой планировщик задач, ну, и дальше, собственно, так, планировщик задач, и дальше, собственно говоря, можете, там, на регулярной основе, каждую ночь, каждые выходные, выполнять такие, выполнять такие загрузки. Так, и видим статистику, что, вот, сегодня утром задача была успешно выполнена, там, пять часов, да, пять часов утра. Так, третий вариант, мне бы, наверное, не хотелось на нем останавливаться, так, сколько у нас, я уже сейчас прошу, да, третий вариант, это обработка оперативной памяти, ну, пример, который был представлен нам для рассмотрения, там, объем данных не такой большой, там, в числе, там, доходит до 100 тысяч записей, поэтому здесь оперативной памяти, использование оперативной памяти мы не видим смысла, но, если там коротко, то есть, как он активируется, собственно говоря, вы нужного вам источника данных, там, активируйте, активируйте правила кэширования, ну, и дальше, там, при необходимости можете обновлять, да, прогревать этот кэш память, то есть, то есть, в принципе, ничего сложного нет, подход точно такой же, то есть, вы сначала собираете многомерный источник, определяете его факты, измерения, источники, ну, потом просто он в момент активации помещается оперативной памяти, дальше вы работаете с этим источником, уже обращаясь с оперативной памятью. Последний пункт, наверное, который бы хотелось тут поговорить, при части подключения данных, это ролевая модель, часто об этом спрашивают, как вообще разграничить права, там, на какого уровня можно разграничить права. С этой точки зрения в платформе Foresight A есть собственный менеджер безопасности, который позволяет, ну, по сути, там, полный спектр функций, да, полный спектр задач, связанных с безопасностью. То есть, первое, это, конечно же, протокол доступа, то есть, все операции журналируются, есть, соответственно, ну, правила аудита, то есть, изменения, чтения, что вести в разрезе каждого объекта, ну, и все эти операции фиксируются в журнале. Это как бы первое. Второе, то есть, можно, соответственно, создавать список пользователей, вести список групп, неряких привилегиями, есть редактор-политик и с точки зрения самой ролевой модели, то есть, распределения доступа, здесь есть, ну, наверное, по-крупному три уровня, да, то есть, первое, это для каждого вот мета-объекта, неважно, там, это источник, куб, отчет, там, справочник, ну, можно раздавать права доступа к этому объекту. Давайте, например, выберем наш источник. вот, который мы сымпортировали. Так, а вот у нас, да, ну, и, собственно говоря, вот мы видим, пока там можно добавить новую метку. у нас зарегистрирован два пользователя, юзер один, юзер демо один, юзер демо два, мы их можем добавить как бы в субъекты доступа к этому объекту, и, конечно, в пример, юзер один, можно там, чтение или данного объекта заблокировать, да, после этого к этому источнику юзер один вообще целиком не будет иметь доступа, то есть ни одну циферку из этого источника он не увидит. Это как бы первый уровень доступа, то есть к наличию доступа на объект в целом. Второй уровень доступа это возможность распределения прав на уровне элементов отдельных справочников. Ну, у нас был справочник менеджеров, представим себе, что и юзер один, и юзер два, это какие-то региональные, допустим, директора, но европейского, еврейского представительства. Понятно, что, ну, я сейчас нахожусь под администратором, всего у меня менеджеров, по-моему, порядка 40 или 45 сотрудников из них, если посмотреть, допустим, наименование офиса, офисов, в рамках примера было всего пять, четыре из них с первого по четвертый размещены в Европе, это Швеция, Швеция, Франция, Франция, Париж, Ницца, да, и, соответственно, пятый был в США. Ну, теперь представим ситуацию, что из всех этих менеджеров региональным директорам, европейским, ну, естественно, недоступно США, ну, допустим, давайте исключим, исключение, да, то есть, такие правила тоже можно применять. Давайте, соответственно, попробуем зайти уже не под администратором, аккорд, пользователем, так, то есть я сейчас захожу под другим пользователем, у которого с точки зрения прав доступа к элементам справочников доступны будут только все европейские менеджеры за исключением, за исключением города, города Ницца. Так, ну, открываем наш справочник, видим, что он уже стал гораздо короче, да, если мы отсортируем наши офисы, то видим, что есть первый офис, второй офис, третий офис, ну, и, собственно говоря, все, да, то есть ни четвертого офиса, ни пятого мы уже не видим, ну, и дальше в отчетности также нам был доступен только этим, этому пользователю юзер демо 1, будут доступны только эти, только эти менеджеры. Ну, и так можно различить право доступа до элементов каждого справочника. И третий уровень доступа, это доступ уже к сегментам данных, то есть платформа Foresight позволяет разграничить доступ к источнику вплоть до отдельной точки данных. Что это означает? Это означает, что, заходя в источник данных, заходя в источник данных, ну, например, под пользователем юзер демо 1, да, мы видим, то есть у него вот сейчас активирован режим доступа или недоступа, мы видим, что в ряде ячеек оно промаркировано такими замочками. Что это означает? Мы до демонстрации там реализовали, реализовали правила доступа следующим образом. Значит, если страна клиента и страна менеджера совпадают, то, соответственно, право на редактирование пользователь юзер демо 1 не имеет. Ну, то есть, видим, например, что менеджер Колин Зачон, который располагается во Франции, да, работал с заказчиком семейный шоппинг из Франции, ну, естественно, юзер 1, для него доступ запрещен. представим себе, что это, допустим, юзер 2, это региональный директор за локальные сделки, локальные продажи, а юзер 1, это за, допустим, зарубежные импортные сделки с точки зрения страны расположения. Поэтому юзер демо 1 имеет доступ, например, к клиенту вещи для вас, здесь мы замочка не видим, ну, и данные мы можем и изменять, поэтому данное правило было произведено на операцию записи, да, но можно было так же сделать на операцию чтения, тогда бы, например, там все, что замочит, цифр не было бы видно совсем. Сейчас правило реализовано для операции записи. Ну, естественно, один пользователь может редактировать что-то, не может, ну, а пользователь юзер демо 2 операция обратная, да, он не сможет редактировать вот эти данные, но сможет редактировать данные, по клиенту, с которым работают в рамках его страны. Ну, и, собственно говоря, вот такие замочки, можно там настроить правила вплоть до каждой ячейки, это мы активно как раз используем эту функциональность в рамках реализации разных систем, связанных там с процессным согласованием, следовательным согласованием, когда идет купленный бизнес-процесс, ну, и пользователь должен выводить данные в те или иные сегменты или фрагменты отчета, фрагменты отчета. Так, это вот ролевая модель. Дальше мне хотелось перейти к отчетности, но, Александр, может быть, есть какие-то вопросы, если бы сейчас какие-то ключевые можно было прокомментировать, я думаю, можно сделать паузу. Костя, может быть, мы дальше пойдем, у нас времени много, прошу, я уже. Да, да, на самом деле мы можем пойти дальше, да, прошу прощения, микрофон не включил сначала. Вопросов пока что таких, которые имеет смысл зачитать нету, в принципе, коллеги оперативно на них отвечают в чате, поэтому, да, можем, в принципе, двигаться дальше. Хорошо, давайте тогда, я пойду. Так, давайте я тогда пойду дальше и вернусь опять на слайд и перейду уже к разделу отчетность. Ну, в отчетности, наверное, хотелось бы о чем рассказать, рассказать о том, что с точки зрения постройки форсайт существует у нас три направления, или три вида инструментов отчетности, они сейчас представлены на экране. Первое, это аналитические запросы, алав запросы, классический режим алав запросов в формате ad hoc query, то есть нерегламентированных запросов, когда у пользователя представлен широкий выбор возможностей, может, там, определять структуру таблицы, там, элементы таблицы, там, формировать эту кросс-таблицу, задавать правила, условно форматированные, там, и так далее. Это вот нерегламентированные запросы. Второе, это аналитические панели, ну, когда мы, собственно говоря, на одном рабочем пространстве комбинируем несколько визуализаторов, и эти визуализаторы интерактивно связаны между собой. и третье, это Pixel Perfect Report, то есть регламент на отчетность, там, ну, с точностью до пикселя. Здесь, в принципе, у нас реализован инструмент, ну, практически на 100% там, повторяющий возможности Microsoft Excel, то есть есть и листы, электронные таблицы, и оформление ячеек, там, и формулы, и расчеты, и графики, и там, макросы, как VBA, и там, срезы данных, как PowerPilot, ну, то есть много-много всего, поэтому предлагаю, вот, каждый из них, более подробно. Ну, прежде чем перейти к их демонстрации, мне бы хотелось, наверное, вернуться вот к тому заданию и начать с того, а как же задание, которое было в рамках, предложено в рамках вебинара, именно это BI-анализ компании Fashion Evolution, так, какие у нас закачались, ну, кстати, по форме Farsight, в том числе, можно и хранить документы, в частности, вот сейчас я прикрепил заранее вордовский документ, который сейчас я, который сейчас я скучал из платформы и открыл. Ну, вот оно задание, то есть в чем была суть задания? Есть менеджер, есть руководитель Михаилка компании, который хочет работать по трем направлениям, то есть постоянно хочет быть в курсе, представлены вопросы, время от времени хочет детально анализировать, ну, представлены разные вопросы, и второе, это вот F-анализ, то есть анализировать, что будет, если, естественно, произойдет та или иная, та или иная ситуация. С этой точки зрения, ну, задачи постоянно хочет быть в курсе, с точки зрения нашей платформы, конечно же, это покрывается, в первую очередь, это дешбордами, то есть мы открываем комплексную визуализацию, и на все вопросы, то есть какая прибыль компании с начала года, рост прибыли по отношению к предыдущему году, крупнейшие товарные позиции, продажи компании, этого все это мы можем найти в рамках нашего дешборда, они могут быть, есть для каждого такого комплексного дешборда присутствует система фильтров, то есть, например, мы можем там поставить на всех менеджеров только энное количество, посмотреть, как там изменились агрегатные значения, другой тоже пример, который мы подготовили, это, например, структура продаж, то есть посмотреть уже данные не только на графиках, но и на карте, теориториальное распределение, да, географическое распределение, давайте, например, увеличим, вот, на картосхеме и так далее, да, то есть также поступают фильтры, есть возможность интерактивной связи между дешбордами, ну, например, выбирая крупного поставщика компанию Nordic, да, мы отмечаем ее на одном визуализаторе, ну, и видим, как меняются там другие значения, или, например, нажимая на Канаду, у нас, соответственно, данные остаются только по тем, там, клиентам или тем товарам, которые, собственно говоря, взаимодействуют с этой географической областью, да, с этой страной. Вот, это, как бы, первое, то есть это система дешбордов, второе, это регламентная отчетность, ну, вот тут мы, для меня вся смелость, да, сделать такую небольшую аналитическую записку о менеджере, да, ну, это всего лишь пример, который демонстрирует, как работает предламентная отчетность. То есть, соответственно, у нас есть выбор менеджера, и по каждому менеджеру мы можем увидеть там отчетный период, основные его там характеристики, телефон, фио, ну, значит, текстовую писательную записку, там, за такой-то год выручка такого-то менеджера составила столько, конечно, мы видим там графики и диаграммы, ну, то есть, по сути, что это такое, то есть это уже готовый документ, который там дальше можно экспортировать там в какие-то форматы, или, допустим, попитать на печать, принимать решение, да, примировать этого менеджера, или, наоборот, где примировать. Ну, дальше там по каждому менеджеру можно сформировать аналитическую справку. То есть меняется фотография, ну, и меняется текстовая написать. Это вот регламентный пример регламентной отчетности, нерегламентной отчетности, то есть время от времени хочет детально анализировать, ну, тут было много вопросов, Я же сейчас не буду останавливаться на каждом из них, но все мы их реализовали в рамках АЛАП-запросов, то есть как это работает у нас в платформе. Как я уже и говорил, АЛАП-запрос – это многофункциональный инструмент, который в отличие от регламентированных, где мы, по сути, выбирали только фильтр менеджеров-заказчиков или просто выбирали менеджеры и энергетическая записка полностью формировалась. Здесь мы можем гибко управлять структурой наших отображаемых данных. Первое – это выбирать любой источник, дальше, соответственно, формировать на его основе кросс-таблицу, то есть смотреть список измерений, определять роль этого измерения, оно будет расположено в потолике, в шапке, выбирать элементы задействованные, то есть, например, список клиентов, применять различные условные форматирования, условные форматирования, индикаторы, итоги, ну, масса-масса-масса всего. Вот, например, как конкретно с помощью него проведена Лиз, вот наиболее перспективные страны, был один из таких вопросов – как же понять, какие страны перспективны с точки зрения компании «Михаила». Ну, вот мы вывели, а, это список стран, собственно говоря, показатель прибыль, сумма там и объем продаж, видим здесь же рядышком это плоское дерево, где, соответственно, цвет означает объем прибыли, ну, голубой цвет – это больше 20 тысяч долларов, ну, от 20 тысяч долларов до 100 тысяч долларов, ну, а красный – это меньше 17 долларов. А размер, собственно говоря, показывает нам объем, да, видим, что Германия, ну, по абсолютным величинам и по объему продаж находится на первом месте, ну, и по прибыли также находится в синей зоне, что говорит нам о том, что Германия является линией, с одной стороны. С другой стороны, наверное, хотелось бы понять, а какие же абсолютные, не абсолютные, относительные значения, ну, например, такой показатель, как рентабельность, ну, как соотношение продажи, объема продаж и прибыли. Этот вопрос тоже можно легко решить в рамках АЛАП-запросов, для этого мы в список уже существующих факторов на лету в этом отчете можем добавить новый элемент, назвать его, собственно говоря, рентабельность в процентах, так, рентабельность в процентах, ну, и определить формулу расчета. Формула расчета будет следующая, это продажи, продажи на прибыль, все, так, собственно говоря, вот она у нас, новый показатель, новый показатель, так, ну, понятно, он уже измеряться будет не в долларах, а измеряться он будет в процентах, для этого мы меняем его формат, ну, и говорим, что формат рентабельности будет в процентах. Ну, видим, что с точки зрения рентабельности уже Германия не так лидирует по отношению к, ну, к остальным странам, да, и страны, которые, допустим, Англия, у которой рентабельность уже и выше. И если вернуться к нашему графику, к нашему графику, а именно к плоскому дереву, плоскому дереву, дереву, ну, давайте, например, размер, размер, да, размер, давайте наш размер изменим и определим, что за размер уже будет отвечать не объем продаж в абсолютной величине, а уровень рентабельности в процентах. Ну, видим, да, что размер каждого квадрата, ну, в принципе, Англия уже, Германия, а вот Германия, ну, далеко уже, далеко уже не лидер, да, поэтому является она перспективной, ну, с точки зрения объема, да, с точки зрения, там, доля рентабельности, все страны примерно, примерно одинаковы. Вот, это что касается проведения анализа. Так, и последнее, это вот и фанализ, бонусная задача, цель которой была понять, то есть некий такой анализ чувствительности с помощью биорешения, как же изменить наши продажи, если, ну, например, там, увеличится себестоимость, изменится цена, сократится объем и так далее. Вот, эту задачу мы также предлагаем решать в наших регламентных отчетах. Ну, вот сейчас он на экране, давайте, ну, что-то поменьше сделаем. Так, регламентных отчетов. Ну, вот, собственно говоря, мы видим эти три сценарных параметра, объем продаж себестоимости и товара, и ниже видим фактическая прибыль, это вот штрих-пунктирная линия, и прогнозная прибыль, это такая голубая линия. Ну, дальше что мы делаем? Дальше мы, собственно говоря, начинаем двигать наш ползунок, наш ползунок, ну, и происходит на лету, происходит перерасчет, на лету происходит перерасчет, не знаю, через удаленное рабочистое отображает ли, и вебинар отражает ли анимацию, но у меня сейчас там медленно два ползунка потихоньку расползлись в разные стороны. То же самое, например, увеличиваем цену продаж, ну, естественно, что произойдет, наша прогнозная прибыль должна еще больше вырастить, ну, тут была 215, стало там 400, ну, и так далее. Если при этом, например, цена увеличилась, объем продаж сократился, ну, значит, сейчас наша голубая линия поползет вниз, поползет вниз, ну, вот она приближается к фактической. Вот, ну, и так далее, да, понятно, что это агрегированный результат, там за ним, на самом деле, стоит большой объем вычислений, да, большой объем вычислений, как, собственно говоря, реализуется вот эта вот система вычислений, если это не просто рентабельность, там, прибыль поделить на выручку. Для этого в рамках платформы Foresight реализован специализированный инструмент, он называется алгоритм расчета, и он позволяет реализовывать методики разной степени сложности. Ну, под методиками, что мы понимаем, методика – это какая-то комплексная система вычислений, правил, уравнений и так далее. Да, ну, например, там, не знаю, посчитать 100 показателей, да, по разным правилам и по разным формам. Как она работает? Она работает следующим образом. То есть мы также видим интерактивный граф, на котором, собственно говоря, размещены, первое – это размещены разные расчетные объекты, ну, это может быть расчетный блок применения логико-экономических формул, например, ну, по сути, определить формулу для каждого расчетного показателя. Это может быть блок агрегации, это может быть блок функции, ну, опять же, там, допустим, нейронная сеть на питоне или что-то еще. Это могут быть различные оптимизационные соуверы, ну и так далее. И дальше вот из таких блоков формируется расчетная задача, расчетная задача, формируется как бы дерево расчета, ну, в частности, как тот пример, который мы показываем, на из чувствительности, как он реализован в рамках этого алгоритма. То есть на вход у нас подаются данные по заказам, как раз эти коэффициенты, три коэффициента, которые я изменял. Задача построена по сценарному принципу, то есть можно рассчитывать, ну, здесь у нас предсознаны четыре сценария, но можно там создавать, наверное, количество сценариев, они неограничены, там, по-первых, сценарий объем растет, по-второму падает и так далее. Дальше, естественно, ну, сам непосредственно расчетный блок. В каждом расчетном блоке, ну, вот есть такие редактор-формул, опять же, мы видим, да, у них редактор-формул, где мы там, ну, здесь уже справа мы выбираем не атрибуты, да, мы выбираем уравнения, то есть, например, что и вот этот блок. Он три первых уравнения пересчитывает прогноз цен, себестоимость, объема продаж. Ну, с учетом, собственно говоря, тех коэффициентов, да, то есть прогноз цен – это цена иницией товара, помноженная на коэффициент в разрезе цена, да, себестоимость, опять же, там, себестоимость в разрезе себестоимости, ну, и так далее. Ну, а последняя, четвертая формула, она соединяет уже прогнозный объем прибыли, да, объем прибыли, то есть мы выбираем, так сказать, прибыли и определяем для нее формулу, как цена минус себестоимость прогнозный уже, да, прогнозный на прогнозный объем, на прогнозный объем. С точки зрения настройки Excel, интерактивная формула, то есть вы выбираете источник, прибыль, коэффициент, прогнозы, дальше для выбранного источника фиксируете все его измерения аналитики, ну и добавляете это новое выражение, добавляете это новое выражение в, добавляете, ну, например, прибыль, да, ну, может быть, тут не совсем, это имеет смысл, я добавил новое, добавил новое слагаемое. Также доступны большое количество функций, ну, не буду повторяться, о них я уже говорил. Так, вот, вот этот вот алгоритм, ну и дальше, собственно говоря, вы можете, а, или проводить расчеты в рамках этого графа, да, то есть запускаете расчет, ну, данные сохраняются в тот или иной приемник, как сдача ETL, только здесь уже происходит не трансформация данных, а какие-то логические, там, различные правила. Ну, или же этот алгоритм может быть, как мы сделали, связан с отчетностью, с регламентным отчетом, да, но и при дергании ползунков отчет автоматически дергает, вызывает этот алгоритм, определяет там, какие показатели, при этом алгоритм может содержать, например, там, сотни формул, да, а в отчете выведен только пять. Платформа сама определит, что для этого отчета нужно только фрагмент этой методики, ну, и сделать не полный, а частичный расчет, что, конечно же, там, существенно влияет на скорость, ну, например, весело рассчитывать, у вас там, не знаю, какой-то сложный, там, 10 минут, да, или, там, минуту из 100 формул, но опять формул посчитается, понятно, там, за 2-3 секунды, и по форме сама, какой именно фрагмент методики должен быть пересчитан для этого отчета. Тем самым, ну, такие, реализовывая такую связку алгоритма и отчетность, вы можете, реализовав единый конкурсный алгоритм, дальше, там, создавайте одно количество отчетов, каждый из которых визуализирует только нужную, только нужную часть, только нужную часть. Так, дальше, так, Александра, сориентируйте по времени, сколько у меня еще примерно? Я не знаю, сколько у нас, да, я должен выступить, в принципе, на блок вопросов у нас сэкономится, наверное, время, потому что, опять-таки, я говорю, коллеги оперативно отвечают, вот, поэтому, ну, как минимум, 10 минут у вас точно есть в запасе, я бы сказала, минут 20. Хорошо, да, спасибо. Так, ну, дальше, наверное, давайте я тогда покажу, как выглядит инструмент настройки, да, или конструирование каждого из этих, каждого из этих инструментов, АЛАП-запросы, дашборды и регламентные отчеты. Так, и начну, наверное, давайте я, наверное, начну с регламентного отчета, мне кажется, он, с точки зрения новой версии, наиболее такой, нравится, интересный и показательный. Ну, как я уже говорил, регламентный отчет, так, регламентный отчет, это инструмент отчетности, очень похожий на Excel, но практически там полностью его повторяющийся, повторяющийся, то есть, что здесь есть, ну, вот, записку по менеджерам, да, вы, наверное, видели, как раз она была реализована, ну, и вот их анализ, я уже показал, она была реализована с помощью регламентного отчета. Что это такое? Ну, вы попадаете в инструмент, очень похожий на Excel, что здесь есть? Здесь первое есть, ну, сейчас на листы, то есть, вы можете создавать неограниченное количество листов, это первое, на каждом из листов представлены в виде электронной таблицы, ну, в электронную таблицу А вы можете там вводить, вводить, соответственно, данные, 1, 2 и так далее, да, вы можете вводить данные, эти данные вы можете оформлять, ну, доступны, по сути, все, то же самое, что есть в Excel. То есть, мы вызываем оформление, ну, и видим, а, шрифт, цвет, размер, заливка, давайте установим какую-нибудь заливку, например, красную, да, мы установим красную заливку, шрифт, например, сделаем белым, зеленым, не знаю. Так, вот, выбираем палитру, выбираем зеленый, зеленый цвет, да, и сделаем, например, его жирным и, там, 12, ну, все, собственно говоря, все у нас меняется, да, бордюры и так далее, ну, то есть, все, что, судя там, форматирование, в шутоком смысле этого слова, она здесь доступна, есть различные дополнительные функции, например, выравнивание, отступы, гиперссылки, то есть, можно на каждую ячейку повесить разные действия, такие, как, например, там, вызов макроса, переход на лист, открытие другого объекта платформы, ну, то есть, вы можете все оформить, это как бы первое. Второе. Вам доступны формулы, любую ячейку можете ввести в формулу, например, там, А1 плюс Б2, да, то есть, мы формулу. Есть мастер-формул, который, там, я уже, наверное, говорим, там полностью, практически полностью повторяет список формул, доступных в Excel. Есть математические операции, там, текстовые, финансовые, статистические, ну, и так далее, да, то есть, например, там, давайте, например, сделаем математическую, математическую, ну, это самая первая, то есть, вот, указываете, указываете там ячейку, ну, и, собственно говоря, все, да, то есть, у вас применяется форму. Дальше. Можно размещать графики, ну, различные графики и диаграммы. То есть, столбиковая диаграмма, круговая, линейчатая, ну, и так далее, да, то есть, размещаете график, там, связываете его или с областью данных, или вторая возможность, это возможность, как, например, в PowerPilot разместить срез данных, который напрямую привязан к источнику. То есть, здесь что происходит, вы выбираете источник, давайте, например, выберем, ну, вот, симпортированный наш источник, например, данные. Все, вы, соответственно, выбрали источник, у вас появился срез, ну, там, надо выбрать соответствующие элементы, да, у нас здесь появятся, появятся с вами данные. Этот срез также можно, там, разным способом оформлять, там, шапку, боковик, ну, и все такое. Да, то есть, вы можете размещать данные дальше. Вы можете связывать, ну, как вот цели Visual Basic Application, да, вы можете управлять макросом, вашим отчетом, так, и в данном отчете вы можете создавать рабочие события, выбирать соответствующий модуль, соответствующий модуль, ну, в котором это программная логика реализована. Ну, и дальше этот макрос будет применяться. С точки зрения среды разработки, то есть, в платформе Foresight реализована собственная среда разработки, то есть, вы создаете, давайте создадим наш модуль, создаете модуль, ну, и попадаете, по сути, там, в полноценный, в полноценный редактор. Есть IntelliSense, то есть, система вам подсказывает, есть система библиотек, ну, то есть, вы можете писать полноценные макросы, обработчики, программные утилиты, все, что угодно. Так, дальше. Так, ну, вот, это вот, наверное, что касается, что касается регламентного отчета, ну, вот результатом, как я уже показывал, могут быть различные комплексные отчеты, которые, там, дальше адаптированы под экспорт, там, под печать, ну, и очень-очень повторяют, ну, я здесь, как бы, не подменял под печать, да, это очень-очень похоже на, соответственно, работу с Excel. Дальше. Дэшборды. То есть, как конструируется, конструируется дэшборд. Ну, дэшборд – это компоновка визуализаторов, доступны как, давайте сниматься, доступны, соответственно, как собственные визуализаторы встроены в нашу платформу, так и можно через плагин подключить внешние визуализаторы, ну, работа происходит следующим образом. То есть, вы попадаете в конструктор, первый шаг вы делаете разметку, ну, например, давайте сделаем три строчки, в первой строчке разместим четыре колонки, которые будут не очень-очень высокие, вторую строчку оставим так, как она есть, ну, и дальше третью, например, разделим на две части, да, на две части. Дальше. То есть, дальше в размеченную область, в каждую из блоков вам необходимо помещать визуализатор. Ну, что такое визуализатор? Это, опять же, созданный ранее многомерный куб, да, источник данных, который каким-то образом визуализируется. Ну, давайте, например, в левом нижнем блоке разместим таблицу. Для этого платформа предлагает нам выбрать источник. Так, выбрать источник, по-моему, вот, вот. Так, это же парады. Вот, у нас уже есть подготовленный куб. Я его вместе с оформлением сразу размещу. Ну, у нас привезли какие-то данные, да, например, там, динамика за шестой-седьмой год, прибыли, продаж и себестоимости. Все. Дальше, а на правом визуализаторе, ну, например, разместим линейную диаграмму на том же самом источнике. На том же самом источнике. Так, там, динампорт. Вот. Так, и на статусе, наверное, будет с оформлением. Вот. Ну, собственно говоря, вот мы увидели два визуализатора, табличные и диаграмму. Но диаграмму так. При этом, давайте сделаем диаграмму, это уже динамику. Для этого мы развернем наши оси, строки и столбцы, чтобы, естественно, прибыль, продажа и себестоимость была у нас за выбранный период. Дальше. Дальше, соответственно, ну, мы можем синхронизировать, ну, разные визуализаторы можно синхронизировать между собой, создавая общий контекст. Как это делается? Для этого вы заходите в один из блоков, ну, и говорите, что настраиваете в нем правило синхронизации. Правило синхронизации идет следующим образом. Например, мы хотим, чтобы у них всегда был общий календарь. То есть, видя здесь, да, мы, например, 2008 года, графики, они отображались так же. Ну, и наоборот. Для этого мы выбираем синхронизировать измерение календарь, привязываем его к связи номер один, и точно такую же операцию делаем в графике, связав, так, связав, соответственно, его тоже со связью номер один. Все. Теперь они у нас синхронизированы, ну, и, собственно говоря, меняя выбор отчетных дат на нашей таблице. Давайте я выберу, например, весь седьмой год. Ну, видим, что у нас тут седьмой год и тут седьмой год. Дальше. Что можно делать дальше? Дальше можно разместить различные управляющие контролы. Ну, например, сделать раскрывающийся список, а-ля вот те фильтры, которые, соответственно, дальше будут управлять нашим нежбордом. То есть, Михаил выбирает нужный ему перевод и сразу... Давайте я его удалю. Я хотел поместить его в верхний блок. Так. Почему-то он не попал. Так. Ну, удалить. Так. Все. Удалется. Так. Давайте разместим элемент управления в верхнем блоке. Разместим элемент управления в верхнем блоке и также свяжем его со связью номер один. Теперь этот выпадающий список, этот выпадающий список календаря, он будет нам изменять нашу динамику. Выбираем восьмой год. Да, видим, что восьмой год поменялся, причем сразу на обоих графиках. То есть, также мы можем создавать фильтры, как видимые, так и невидимые на таблице. Ну, например, у нас, соответственно, в нашем источнике товары. Это было фиксированное измерение, то есть мы не видим его ни в шапке, ни в боковике, но при этом выбранный набор товаров отображает ровно тот агрегат, который мы видим в таблице. Например, изменив количество товаров, которые мы хотим посмотреть, например, только на четырех, мы видим, что у нас наша таблица изменяется и меняются суммы, меняются суммы. Соответственно, такой фильтр мы также можем вынести на управящий контрол, только связав его, например, со связью номер 2. Для этого делаем товары в виде связи номер 2. Ну, и также размещаем элемент управления. Так, раскрывающийся список, ну, пусть он будет лежат к нижнему краю. С связь номер 2. Так, все. Теперь у нас, собственно говоря, объем нашего отображаемых значений меняется в зависимости, в том числе и товаров. Ну, можно помимо нападающего списка разместить там лейбл, надпись, да, подписать, что это такое. Это я уже не буду показывать, наверное, принцип понятен. Что еще, что еще есть интересное. Ну, можно, например, разместить картинку. Вот, например, у Fashion Evolution был логотип. Логотип, 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 а вот он. Ну, например, давайте разместим, разместим логотип, да, и дальше там. Например, логотип. Можно размещать различные управляющие кнопки, которые вызовут, ну, например, отчет или что-то еще. Ну, давайте мы разместим кнопку, для которой определим действие. Действие, а именно это открыть отчет. Ну, например, наш VOTIF-анализ, который мы недавно смотрели. Так, VOTIF-анализ, вот он. Вот VOTIF-анализ. Все. Ну, вот теперь эта, как бы, кнопка связана с данным отчетом, который будет открываться там в новом окне на новой закладке. Ну, и так далее, да, и так далее, то есть, вот, наверное, основное в дэшбордах – это возможность, так сказать, таким образом, компоновать группу, группу связанных визуализаторов. А, и, наверное, что еще не показал, это возможность, ну, вот как раз по клику, например, про передачи отметки связывать несколько визуализаторов. То есть, давайте сделаем так, например, чтобы выбранный колонка, там, продажи, прибыль или себестоимость. Вы изменяли график, ну, это, пожалуйста, не сразу все три стремостных показателя, а только выбранный. Для этого мы выбираем связь уже не в самом выборе элементов, а в синхронизации выделенных данных. Ну, например, что у нас так, факт – это прибыль, продажи, себестоимость, это у нас факты – будут связаны с нашим графиком, да, например, только на прием. Ну, теперь что происходит? Теперь, собственно говоря, выбирая, например, продажи, мы видим только продажи, да, выбираем себестоимость, и не только себестоимость. Ну, и так далее. Вот. Это, что касается дэшбордов. И, наверное, последнее, еще буквально постараюсь ложиться в пять минут, это аналитическая область данных или аналитические отчеты. Что здесь, да? Что здесь? Ну, первое, это, конечно же, возможность управлять представлением там кросс-таблицы, то есть мы можем выбрать источник, причем источник может быть как один, так и можно выбирать сразу несколько источников. Такая возможность тоже существует в виде системы виртуализации данных, да? То есть, например, можете разноразмерные источники объединять в единую кросс-таблицу. Второе, это, ну, расположение и управление структурой этой кросс-таблицы, то есть выделение для каждого измерения соответствующей роли, расположение в шапке, в боковике или фиксированных. Это вот условное форматирование, ну, что я уже показывал, это возможность там итогов и так далее. Дальше достаточно широкий спектр возможностей по трансформации структуры нашего источника конкретно в этом отчете, да? То есть, например, сейчас мы видим, что у нас вставлен отчет, в котором есть а, измерение менеджеров, а, измерение клиентов, календарь, ну, собственно говоря, товары, список товаров, да? И последнее, это факты. Это вот пять измерений, которые присутствуют в этом источнике. Дальше отчетность позволяет нам изменять, то есть увеличивать или сокращать количество этих измерений прямо на лету. Как это происходит? Ну, помимо модели «звездочка», значит, мы можем работать в том числе и с моделью «Снежинка», ну, то есть, например, посмотреть на логическую модель данных, некий аналог диаграммы, то есть как связаны логические объекты между собой. Ну, собственно говоря, платформа ProSite позволяет такие диаграммы на основе связанности метаобъектов тоже формировать, но мы видим, что в модель «звезда» входит клиент, товары, менеджер и календарь, да, ну, и факты пятое измерение. Но, тем не менее, там товары связаны с категорией поставщиков, о чем мы говорили, менеджер с офисом, там, с территорией и так далее, да? То есть идет некая там зависимость измерений, ну, и вот такое, собственно говоря, там расщепление, да, то есть, например, список товаров превратить в... в категории и поставщики, такие модификации позволяют сделать, да, ну, вот, собственно говоря, это делать. Так, товары, ну, вот категории товаров и поставщики, то есть мы, собственно говоря, список товаров можем превратить, например, в список категорий, ну, или выбрать два категории и поставщики. Тогда, соответственно, структура, состав наших измерений вам применяется, он поменяется, ну, мы увидим, что товары уже превратились в товары точка категории, Ну, мы видим уже не там обувь такая-то, да, и такая-то. Мы видим категорию женская обувь, мужская и так далее. Да, мы уже, мы производим, например, сейчас агрегацию в разрезе не товаров, а конкретных категорий товаров, ну, и так далее. Это вот, соответственно, первое. Второе – это, наоборот, не разделение одного измерения на нескольких, а наоборот, объединение или комбинация измерений, то есть такие модификации тоже возможны. Как это происходит? Ну, соответственно, мы указываем, какие измерения нужно скомпоновать. Ну, например, говорим, сейчас у нас есть клиенты и, например, товар. Да, это два независимых измерения. Ну, здесь исключительно и небольшое, но представим себе ситуацию, когда там куб содержит 15, 20, 50 аналитиков. В принципе, с точки зрения форсайт у нас нет никаких ограничений, количество аналитик может быть, может быть, сколько угодно. Вот. При этом понятно, что, например, в такой куб, ну, в каких-то отчетах нужны эти 15 измерений, в какие-то там было бы рациональных объединить, ну, и, например, сделать хирургическую структуру, где под каждым клиентом есть только товары, которые данный клиент приобретал. Да, данный клиент приобретал. Для этого просто существует комбинация измерений. То есть мы выбираем несколько справочников. Ну, система говорит о том, что сейчас придет изменение. Ну, собственно говоря, мы видим... Конечно, надо было поменьше, наверное, выбрать. Ну, ладно, сейчас построить. Причем построить нам сейчас декартовое произведение, ну, и мы видим, что в каждом клиенте, собственно говоря, мы видим список товаров, там при необходимости можно будет отфильтровать по наличию данных. Можно поменять структуру расположения, да, можно поменять структуру расположения этих измерений и так далее. Ну, то есть мы можем эти измерения объединять и группировать в иерархическом справочнике. Дальше. Вопросы, связанные вот с альтернативной иерархией, то, что я рассказывал, да, и возможность агрегирования не на уровне источника, да, то есть плоскими агрегатными функциями, которые просто суммируют там или дают какой-то агрегат между всеми записями источника, а, например, в том числе с учетом иерархии. То есть такие возможности тоже предоставляет вам запрос. Ну, давайте рассмотрим пример. То есть первое, как мы помним, в товарах мы говорили о том, что существует несколько вариантов представлений. Или линейный справочник, или, например, товары по категориям, когда, соответственно, появляется там детская одежда, ну, и в каждой категории есть тот или иной товар. Это, может быть, там, альтернатива по другим группировкам, да, товары по поставщикам и так далее. Понятно, что хотелось бы видеть там не просто значение, да, у конечного листового элемента, но и смотреть агрегат в каждой из категорий. Соответственно, такие агрегации, ну, уже как бы матричные, иерархические агрегации, как мы их называем, они доступны в облахотчетности. То есть вы можете включить механизм агрегации, ну, и, собственно говоря, для каждой альтернативы, вот, например, сейчас товар по категориям, сказать, что для каждого уровня, то есть отдельно для уровня категории сдать механизм агрегации, отдельно для уровня товары и так далее. И так далее. Ну, давайте, например, для всех уровней сдадим одинаковый способ это суммирование. Это суммирование, что мы увидим? Так, прошу прощения, надо было еще указать, да, указать факт. Факт у меня, по-моему, продажи. Так, ну, собственно говоря, мы увидели агрегат уже и в пузле, да, в каждой из категорий, ну, и так далее. Я, наверное, уже, я могу про платформу рассказывать долго, но, мне кажется, надо остановиться. Я думаю, я, если есть вопросы, Александра, наверное, не будет их увидеть, если нет, то, я думаю, можно кидать. Да, спасибо большое, Константин. Слушайте, вопросы, правда, в общем-то, такие довольно-таки, ну, узконаправленные, скажем так, поэтому на них отвечают ваши коллеги. И какой-то необходимости зачитывать их вслух я, честно говоря, не вижу. Мне кажется, такие действительно самые болезненные вопросы, да, которые могли возникать, вы осветили их. Поэтому, собственно, у слушателей, очевидно, и нет этих вопросов. Поэтому, да, спасибо вам огромное. Я думаю, можно передать слово Илье. Так, Налья. Да, Кость, спасибо. Коллеги, добрый день. Слышно ли меня? Да, отлично. Так. Сейчас я попробую расшарить экран. Должно что-то получиться. Все получилось. Отлично. Добрый день, коллеги. Да, говоря о FAP, форсайт-аналитическая платформа, невозможно не вспомнить про FlyBI, тем более, что эти наши продукты прекрасно дружат между собой. И возникает вопрос, как же воспользоваться вот тем великолепием, прекрасным, который продемонстрировал нам Константин в части создания источников данных для того, чтобы использовать в целях селл-сервис. На самом деле ответ очень простой. В FlyBI есть интеграция с FAP на уровне источников, и подключиться к ним можно очень простым способом. Я сейчас зашел в Fly, создал проект новый и, используясь функцией подключения к источнику, вот здесь нам понадобится выбрать вкладочку источник, форсайт-аналитическая платформа, выбрать необходимый тип СУБД. Сейчас я быстренько на память подключусь. Нам потребуется IP-адрес, репозитория, к которому мы подключаемся. У нас расположены наши кубы и доступ, который уже демонстрировал, в принципе, Константин, к нашим источникам. Заполняем буквально четыре поля, появляются у нас все поддерживаемые источники для того, чтобы с ними продолжить работать в Fly. Соответственно, нас интересует в первую очередь это куб, который был создан в рамках кейса. И мы там помним, что в этом кубе в качестве примера, например, у нас не хватало информации про категории. И мы можем в рамках этого окна выбрать не только сформированный куб, но и, например... Так, вот где-то у нас были иерархии. Вот товары по категориям, справочник. Можем одновременно выделить два этих источника и подключить в наш, собственно, проект. Что в этот момент происходит? Подтягивается наш сформированный FAPI куб со всеми необходимыми связями, со всеми необходимой вложенной информацией. А дополнительные связи со справочниками, которые лежали отдельно, мы можем создать в ручном режиме, указав для этого соответствующие поля. Вот таким вот незамысловатым образом у нас формируется модель данных, которая подготовлена в FAPI. И дальше мы можем использовать все эти данные для того, чтобы оперативно заниматься дата-дискаверингом. Я сейчас перейду в подготовленный проектик. Он содержит точно такой же куб. Здесь мы можем закрыть. Но здесь уже есть дополнительные действия. Это созданные вычпаля и так далее. На этом я останавливаться не буду. Подготовлена была визуализация. Которая у нас участвовала в предыдущем показе. Кто не видел это видео, обязательно посмотрите. Расскажу еще немножечко про новые функции, которые появились в FAPI за период с первого показа. Одно из самых интересных вещей. Мы добавили интересный дополнительный вид анализа визуального. Это скатеринг-плот, так называемый, диаграмма рассеивания, которая позволяет нам рассматривать наши данные одновременно в нескольких разрезах. Конкретно здесь мы сейчас смотрим с вами на соотношение товара-оборота и прибыли, рентабельности в разрезах менеджеров и стран. С помощью дополнительного интерфейса, те самые новшества, которые у нас появились сейчас в новой версии, у нас в конфигурации наших визуализаторов появились дополнительные возможности назначить измерения в категории свойств цвет, размер, форма. В разных инструментах это называется по-разному, где-то метрики, где-то маркеры, где-то индикаторы. Мы придерживаемся названия метрики. Ну и создать такой визуализатор на самом деле не составит труда, все выглядит точно таким же образом, как делается это и со всеми остальными визуализаторами. Нам требуются факты по осям и, соответственно, страну мы хотели добавить в цвет. У нас пошло преобразование и дополнительно по разрезу менеджеров мы разнообразили форму. Вот, собственно, наш визуализатор. Можно находить какие-то выбросы, связанные с поставками, отгрузкой товаров, занятости и интересов конкретного менеджера и так далее. Детализироваться. В общем, вот такой вот интересный визуализатор с дополнительными возможностями, расширенными по аналитике. Если говорить быстренько еще про некоторые возможности, мы значительно расширили возможности работы с файловыми источниками. Для примера очень быстренько покажу. У нас появился мастер загрузки. Мы теперь можем преобразовывать во время загрузки файловых источников типы полей и так далее. Также у нас появились дополнительные возможности для использования в вычисляемых полях SQL выражений. То есть буквально имея, например, одно единственное поле стандартное с датой, мы можем построить хитрую историю, где мы достаем эти значения в виде чисел месяцев, прикручиваем к ним названия месяцев. Все это для того, чтобы, например, построить такую интересную визуализацию по сезонности. Например, в предыдущем показе для того, чтобы это сделать, нам требовалось дополнительно в источнике создать такое поле. Сейчас это можно сделать практически на лету из рук, что называется. Еще из функций полезных появились у нас кастомизация цветов для визуализаторов. То есть теперь можно придерживаться каких-то корпоративных цветов. Для наглядности выберу женскую одежду. Женская одежда, женская одежда. И поменяю ей цвет на какой-нибудь поярче, чтобы точно выделялся. И скажу, примени везде, где он используется. Вот, собственно, у нас везде этот цвет применился. Позволяет очень быстро и точно кастомизировать наши дашборды. Еще одна очень полезная история, которая появилась, это в части кастомизации наших слайдов. В моменте синхронизации можно теперь управлять элементами управления, давать им дополнительные названия. названия менять местами, ну или, в принципе, влиять на их появление на слайде. Следующий момент, большой и очень интересный, это вот такой вот интересный документ. Здесь у меня служебный окно вылетел. Так. Мы создали замечательный документ, который называется спецификация API, который позволяет подключать любые внешние визуализаторы, которые вам потребуются в ваших проектах для анализа данных. Он содержит в себе все необходимое по подключению внешнего визуализатора, параметры, которыми можно управлять, свойства, которые вы можете использовать в рамках ваших визуализаторов. Это могут быть как, собственно, написанные визуализаторы, так и использоваться какие-то библиотеки, например, D3.js или eCharts. В качестве демонстрации подобного мы поискали какую-нибудь интересную диаграмму, нашли в библиотеке D3 вот такую хордовую диаграмму. Я сейчас не буду заострять внимание на том... Вот, собственно, на том же самом срезе данных на кубе, который у нас используется в предыдущем кейсе, мы можем таким образом донасытить наши, скажем, диаграммы, которые есть в поставке, своими какими-то дополнительными уникальными визуализаторами. Например, вот она у нас хардовая подключена, есть полярный график, есть дуговая диаграмма. Все это стало возможным с помощью спецификации. Все это находится в рабочем состоянии. Можно влиять на отметку, перестраивать визуализацию. В общем, вот такие вот широкие возможности. И это малая толика из того, что за два, так скажем, два цикла прироста в продукте появилось. Также появились и поддержка иерархии фаповских источников, и возможность создания собственных SQL-источников на базе подключенной BD и многое-многое другое. Тут, наверное, уже все не расскажешь, не покажешь. Это, если вкратце, коллеги, моя часть, наверное, все. Самая, наверное, оперативная. Да, отлично, динамично, оперативно. Мелькало много интересных картинок и функционалы. Единственное, тут появился у слушателей вопрос, и, судя по вопросу, не совсем поняли, что FlyBI можно использовать вкупе с Foresight. Вопрос звучит так. В Foresight можно так кастомизировать цвета, вот как вы красивенько делали зеленую женскую одежду. Да, ответ, ну, я не знаю. Кость, может, ты прокомментируешь по поводу фапа? Да, в Foresight платформе есть специальный объект, он называется стили, то есть он предназначен для чего? Ну, для создания брендбука, то есть вы, соответственно, а, там, задаете оформление, ну, и дальше это оформление можете применять там во всех инструментах, чтобы у вас там ряд был, ну, ряд был красным, или там, не знаю, шапка была желтая. Так, другой вопрос. Можно ли все кружочки, вот вы показывали вот этот скетер-плот, сделать одного цвета, там, где у вас было все разноцветненькое по странам, по менеджерам, а можно ли сделать это все одного цвета? На текущий момент настройка этой метрики цвета, она зафиксирована в виде последовательности цветов, на нее можно повлиять через конфиг-файл, а конкретно обозначить на текущий момент, чтобы конкретная точка была, например, желтой, сейчас нельзя. Так, ну, тут практически все по форматированию, сейчас еще два буквально вопроса осталось. Можно ли убрать фон у визуального элемента? Так, убрать фон, визуальный элемент, имеется в виду, наверное, визуализатор? Я думаю, что да, наверное, каждая отдельная элементка, но чтобы он был не белый и на сером, а вот как бы прозрачный, вероятно, об этом. Прозрачности, честно признаюсь, не добавляли, но влиять на фон, конечно же, у нас можно. Давайте, кстати, можно ли я и... Ну, нет, да, он у нас все равно останется белым, или доступная визуализации – это сплошной фон одноцветный или градиентный. Так, легенду по менеджерам можно отображать? Легенда по менеджерам, ну, так, ну, нет, здесь на текущий момент то, что используется в метриках, является, ну, по сути, уже отражением легенды, все выводится на уровне подсказок. Так, и сейчас из тех вопросов, которые я вижу, сразу просто задам, чтобы не дожидаться, пока коллеги ответят в чате, он уже не про визуалки, про возможность совместного использования. Как звучит вопрос? Есть ли коллаборация, в частности, возможность делиться графиками с другими пользователями и использовать общие дашборды? Так, в рамках FlyBI, если мы рассматриваем FlyBI, возможность коллаборации и расшаривания визуализаторов или, там, целый этаж бардов у нас находится в ближайших планах, в четвертом квартале этого года. Поэтому пока над этим работаем. Все, давайте самое последнее. Если это будет быстро, то покажем. Если нет, просто, да, уже время подходит к концу. Тимур Крюков просит, могли бы вы показать горизонтальный бардчарт? Горизонтальный? Да, конечно. У нас он называется величный. Ну, например, не знаю, давайте. Вот у нас прибыль по нашим менеджерам. И даже не знаю, может быть, еще страны добавим. И немножко кастомизируем, например, соберем это в укрупненный. Ну, вообще, честно, на лету так придумать бизнес-смысл, наверное. Ну, понятно. Да, более осмысленно, подойдя к этому, при наличии осмысленных данных, конечно же, можно построить любого рода визуализацию. Вот такая идет у нас сейчас в поставке FlyBI. То есть большинство именно типовых бизнесовых визуализаторов она доступна в дополнительной кастомизации. Ну, вроде все. Всех слушателей, да. Мы порадовали ответами, демонстрациями. Поэтому спасибо, Илья. Спасибо, коллеги. Мне кажется, у нас получилось, несмотря на то, что всего два часа, но мы смогли осветить довольно много функционала систем. При этом это было довольно динамично, с бизнесовой частью, с показом того, как мы это все настраиваем. Поэтому я думаю, что и вопросов по этому не было, потому что Константин и Илья сейчас очень, как сказать, скрупулезно подошли к тому, чтобы показать, как все это работает. Поэтому спасибо вам огромное. В чате я направила там все возможные контакты для получения в том числе демо-доступа к системе, к тому, чтобы можно было попробовать разобраться, да, и как-то немножко пощупать своими руками работу в системе. Вот. Но опять-таки говорим, что все-таки советуем пройти обучение. По обучению тоже с нами можно связаться. Запись будет выложена на YouTube-канале, тоже ссылочку направила. В общем, спасибо всем огромное за сегодняшний вебинар. Мне кажется, получилось очень здорово и полезно. Спасибо всем большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!